С любовью к Эммо, мое сегодняшнее послание. И первое, что я хочу вам сказать. Когда я называю себя христианин, я говорю о самой великой культуре мира. Я говорю о культуре, которая по большому счету является источником всего, всего прекрасного в мироздании. Когда я называю себя христианин, я не говорю просто о принадлежности к какой-то маленькой группе сегодняшнего дня, вчера появившейся, завтра и испарившейся. Когда я говорю христианин, я подразумеваю, что самое лучшее, что когда-либо было в истории мира, имеет происхождение от основателя моей культуры. «Всякое даяние благое и всякий дар, добрый, совершенный дар, не сходит свыше. От моего отца все доброе на этой земле». Запомните, когда ваше сердце наполняется светлым, добрым чувством, это от Него. Все самое доброе от Него. от Него горы, от Него океаны, от Него любой мотылёк, от Него любая букашечка и орёл в небе, от Него кит в океане, от Него всё вокруг, и всё лучшее в человеке, и лучшее в истории, и лучшее в музыке, и лучшее в литературе, и лучшее в искусстве, и лучшее в моде. Всё самое лучшее от моего отца. Скажу прямо, я думаю, что когда христианин идёт на поводу у какой-то субкультурки, и я думаю, что, во-первых, проблема в том, что он не совсем понимает, какой в величайшей культуре, вне всякой конкуренции, ему дана привилегия принадлежать, родившись свыше. Мне хотелось бы многое сказать по этому поводу. Я попытаюсь в некоторые главные пункты выразить. Я считаю достаточно унизительным для христианина подражательность этому миру вообще. Любой подросток, любой честный человек, а подросток, как правило, как правило, честней за консервировавшегося взрослого человека в корочке лицемерия, чувствует вот это несовершенство мира, чувствует, что он не тот, кем должен быть. Любой подросток, любой молодой человек склонен искать оригинал. Ну, каким я должен быть? Как я должен жить? Где эти принципы, где эти стандарты? Мне не нравится, когда христиане, принадлежащие по привилегии рождения свыше, унижаются подражанием какой-то субкультурки. Я всегда говорю так, ну, не шестерите вы у тех, чью философию чаще всего вы вообще не знаете, чьи принципы сплошь и рядом вам не до конца как минимум известны, чья этика, в 90% случаев как минимум инвалидская духовно, а то и откровенно сатанинская. Ну, не шестерите вы перед этим миром. Начните свой клуб, я не знаю, клуб света, начните движение света. Начните какое угодно движение, в котором Дух Божий будет действовать. Создайте свою моду, создайте свои какие-нибудь фишки, не знаю. Сделайте что-то. Ну, это делают многие Божьи люди, в том числе молодежь. Буквально на днях я читал об этом движении в США, в Европе. Я не знаю, кто его начал, но я хотел бы пожать руку. Одно из названий – Let's Wait. Давай подождем. Они начали движение, в котором кодексом является чистота сексуальных отношений до венчания. Они носят эти футболки. Представляете, среди развращающегося общества идет молодой человек. Не с какой-нибудь странной чучей на голове, в носу и где-то, а идет с футболкой. Давай подождем. И в Америке уже люди знают, что они имеют в виду. Они говорят, мы выбираем чистоту и святость. Мы выбираем здравость отношений человека в развращающемся мире. Мы хотим прийти под венец и знать, что мы друг для друга, а не потертые, не использованные, не вытерты уже об нас ножки другими. Мы хотим идти в Божьем плане. И это движение очень популярно сегодня там. Я мечтаю о движениях среди христианской молодежи, где вы будете говорить о высоких вещах, о классных вещах, о высокого духа в процессах. Миллион, миллион идей, миллион вариантов того, что можно делать с Господом в Божьем духе для Бога, для Его славы. А я верю, что все, что ты должен делать на земле, разумно делать для Его славы. Друзья, субкультуры – это этносы. Народы, которые живут вокруг нас сегодня. Пять веков назад этносы имели географическое, национальное, биологическое определение. Народы жили в конкретном месте, народы имели конкретное, говорили на одном языке, одевались в одну одежду. Сегодня, сегодня в нашем мире этносы утратили чисто биологическое понятие. Сегодня народы рассеяны в других народах. Панки, готы, эммы и прочие-прочие вещи рассеяны в разных культурах. Послушайте, вот что я читаю в Писании по отношению к этносам. Идите и научите все этносы. Идите и принесите Христа во все народы. Если я ошибаюсь, если там написано «идите и научитесь», то вы меня поправьте. Но, насколько я помню, нам, христианам, повелено идти к разным народам и нести к ним Евангелие. И приносить к ним перемены от Христа. Как бы они ни выглядели, мы должны их любить. Какими бы странными и чудаковатыми они ни были, мы должны ревновать о их спасении. Какая бы ни была у них философия сатанинская, дьявольская, мы должны любить людей и желая их спасения, мы должны идти к ним, искать пути, формы, методы, чтобы обратить их к свету. Идите и научите панков. Звучит в Писании сегодня для меня. Идите и научите, не знаю, байкеров. И научите хиппи. Идите и несите свет. И многие, многие христианские служители это делали. И всегда делали. Когда мы говорим о субкультурах, простите, я скажу что-то обидное, но я просто обещал Господу говорить всегда правду, которую я вижу пред Ним. И на самом деле все те, кто касаются подростковых, молодежных субкультур, говорят хором, что очень часто в субкультуры ведут комплексы. стать кем-то. Ты кто? Я эльф. А ты кто? А я год. А ты кто? Я эмо. А я кто? Если ты христианин, ты можешь встать спокойно и сказать, мне не нужна никакая субкультура. Мне не нужно быть кем-то, потому что то, кто я есть, выше всего, чем может быть кто-либо в этом мире, когда-нибудь, где-нибудь, никто не может быть больше и круче, чем я есть в этом мире. Знаете, чтобы, чтобы действительно согласиться с этим, вы должны что-то получить от Господа. Я не шучу. Для меня это вопрос моего убеждения. Мне хотелось бы, чтобы я мог хотя бы немножко повлиять на ваше убеждение сегодня здесь. Друзья, о Готах и об Эмо писал апостол Павел. Для иудеев я был как иудей. Подчеркиваем, как. Чтобы что? Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных 1 Коринфянам 9, 20. Для подзаконных был как подзаконный. Чтобы приобрести подзаконных. Слово как улавливайте. Слово как везде. Для чуждых законов как чуждых законов. Не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был как немощный. Чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Друзья, в лоб мне задавали не раз вопрос. Может ли христианин быть Эмо? записывайте мой ответ и думайте насколько вы с ним согласны. Эмо может стать христианином. Но христианин может стать как Эмо, чтобы хотя бы какой-нибудь Эмо стал христианином. Это максимальный вариант, который я допускаю в соответствии с Писанием. Я верю, что христианин, который будет гореть жаждой спасения какой-то субкультуры, может позволить себе роскошь. Ну, ну как-то, как они в чем-то очень осторожно здесь надо говорить приблизиться к этой культуре, может быть где-то в чем-то найти точки соприкосновения. Чего вы такие печальные, Эмо? Жизнь тяжела. Правда. Вот Писание говорит, что суета-сует, все суета. Чего вы такие грустные? Нас никто не любит. Правда. На этой земле нет любви, которая должна быть, но я кое-кого знаю, кто любит и кто заплатил за тебя на кресте. Родники, у меня есть хорошая весть, подними свой грустный носик, есть любовь. Насколько я информирую на движении Эмма, они emotional, это они грустят, они с бывшей любви. Я видел такую фотографию, Эмма такая печальная, и надпись такая, ну скажите, ну кто меня любит? Я могу себе предположить, что вы можете надеть эти вот эти розовые колготочки какие-нибудь эти, чтобы просто вот к ним подойти, чтобы они ты тоже печаль, а что ты не такой печальный, как мы? Ты знаешь, я еще вчера печалился, я еще был вчера печальный, Эмма, теперь я радостный, потому что благая, радостная, добрая весть, есть любовь, есть тот, кто любит, есть тот, кто переворачивает жизнь человека, и не надо писать кровью на стене, уходя, в этом мире нет любви, есть тот, кто кое-что сделал кровью, и он подтвердил, есть любовь, есть любовь. знаете, очень часто идут субкультуры молодые люди, чтобы быть, это проявление нонконформизма, это проявление несогласия, это протест против общего течения общества, это, в этом смысле мне понятна субкультура, потому что, потому что нет большей, большего противостояния мейнстриму, вот этому главному течению мира, чем христианство, я самый настоящий нонконформист, я иду против культуры мира, в которой мы живем, большинство людей идет по широкому, и что? И пространному пути, и куда он ведет? погибель христиане, это то меньшинство, которое стоит против зла, которое выбирает идти против течения мира. Христианство идет навстречу широкой толпе, идущей в погибель. Христианство идет в противоположном направлении духу этого мира. И с моей точки зрения, это намного более увлекательно, чем забиться где-нибудь в подвал, играть зачастую сомнительную по качеству музыку, резать себе венки и петь песенки об отсутствии любви. С моей точки зрения, увлечение христианством настоящее, оно намного больше цепляет, чем увлечение мелкой какой-то субкультуркой. Если это настоящее христианство, то в нем столько протеста, столько силы, столько противостояния, столько войны, которой хочется подростку. Друзья, ключевым вопросом в разговоре о контркультурах, о субкультурах является вопрос кто мы. Ключевой вопрос. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек? Кто? Кто такой человек? Что значит человек? Вот ответ. Возьмите его в вашей раздумье. В нем много интереснейших деталей. Я как-то читал несколько проповедей в церковь на эти несколько пунктов. Просто обозначу их сейчас. Что есть человек? Что ты помнишь его? Скорее всего, вам известен этот текст и, скорее всего, вы пробегали его очень быстро. Склоните колени, сядьте в своей комнате, закройтесь и подумайте кое о чем. Бог помнит меня. Секунда. Творец Вселенной помнит меня? А тебе может забыть мать, а тебе могут забыть друзья, а тебе могут забыть все на этой земле. Ну и что? Есть тот, кто помнит о тебе. Если бы это откровение, вы сегодня получили, вы бы исцелились от остатков всех комплексов. Мне больше ничего не надо. Обо мне помнит, думает Творец Вселенной. А дальше сказано и посещает. А это совсем интересно. Я не знаю, как давно вас посещал мэр мэр города к примеру. Но когда мэр города посещает нас, для нас это особый день. Однажды нам сказали, мэр наверное приедет. Мы не знали приедет или нет, но когда начали ездить вокруг нашего здания поливалки, никогда в жизни не ездили, но вдруг поливалки начали ездить и пыль убирать, мы поняли приедет. И мы готовились, это был важный день, мэр города, директор крупнейшего комбината в стране с ним, и Виктор Федорович Янукович с ним. Приятный был день. Они нас посетили один раз, ну Янукович один раз за столько лет, но все равно приятно. Но Боже мой, меня посещает Творец Мироздания, Владыка Неба и Земли, Царь Царей, Владыка Владычествующих, Господь Господствующих, Царь Царствующих. Братья мои сестры, я, если это единственное, что вы бы просто, вот просто мы бы это поняли, прочувствовали, пережили, ты бы изменил походку, и ты бы снял свою печальную картину, если ты принадлежишь печальной субкультуре, и ты бы веселился с утра, обо мне помнит Творец, обо мне помнит Господь, Он думает обо мне, Ему не все равно, что происходит со мной сегодня, Его интересуют мои мысли, которые, может быть, никого не интересуют, Его интересуют мои ощущения, мои переживания важны для Него, мои мечты для Него что-то значит, Он помнит обо мне, и Он посещает меня, это удивительно, это невероятно, но это правда, пункт номер один, координата номер один, мы Его творение, мы Его творение, мы им и для Него созданы, первая координата, возьмите ее в свою жизнь, я создан им, я создан для Него, если вы всерьез подумаете об этом, послушайте, кто чего хочет на этой земле, но если ты хочешь чего-нибудь, минуя Бога, ты ничего не получишь, мы Его творение, Блеск Паскаль сказал, вещь, которую я часто цитирую, мы имеем вакуум в форме Бога, и ничто иное не может его заполнить, ты можешь туда всунуть Лексус, Мерседес, последние модели, я не знаю, Ламборджини, ты можешь всунуть туда, я не знаю, топ-модель, длинноногую красавицу, не знаю, последних параметров по последней моде, ты можешь всунуть туда субкультуру, любую, или несколько перемешанных, ты можешь всунуть туда какое-то хобби, много хобби, ты можешь запихнуть туда кучу денег, все удовольствия все фаны все развлечения на этой земле но если там не будет бога то ты будешь пустой моего творения это первая координата чтобы понять где ты находишься и кто ты вторая каждый из нас ценнейшие и уникальнейшие его дитя что из человек что ты помнишь его и что ты посещаешь его мы ценнейшие и уникальнейшие его дитя у меня свежие переживания на 11 месяцев сынишки и когда я смотрю на него я знаю точно я знаю что то что я чувствую чувствует мой отец по отношению ко мне всякое отцовство от него послушайте для меня нет более ценного существа на земле чем комочек и он ничего не сделал особенно кроме он никакого еще особенного он просто мой сын и что это самое дорогое что может быть в сердцах отцов это самое дорогое послушайте я знаю для моего небесного отца я дорог понимаете когда ты знаешь кто ты в его глазах тебе проще жить пусть весь мир раскалится на тебя если знаешь кто ты ты можешь стоять на арене ариапага ты можешь стоять против любых зверей разрывающих твою плоть улыбаться и господь прости этих бедных несчастных людей если знаешь кто ты ты можешь стоять перед расстрелом как делали наши братья веками стоять и говорить господи как чудесно быть с тобой если знаешь кто ты тебе проще живется и тебе в отличие от не знающих кто ты на земле тебе легко уходится земли еще один пункт и великое и славное творение что есть человек что ты посещаешь ты помнишь и посещаешь его немного умолил ты его перед ангелами славою и честью увенчал его эти несколько слов надо переживать слышать эти несколько слов надо вот просто сядьте и и просите у господа молитесь чтобы он открыл вам что там сказано там сказано что я величайшее творение на этой земле немного умолил его один из переводов говорит перед богом то есть я великое существо я не пешка во вселенной слышите я не пылинка в мировом пространстве я великое существо славой увенчано прославлено вы все хотите славы здесь вы все хотите славу все хотят прославиться это правда все хотят прославиться для этого кто-то бьет спортивные рекорды кто-то лезет на эльбруса и не знаю кто-то ныряет поглубже кто-то бегает побыстрее кто-то прыгает длину кто-то вешает серьгу одни одна из причин порождение субкультур это жажда славы мне не надо искать славы такими путями я имею славу я прославленный божий сын и те кто его прославляют будут прославлены люди идут за славой кто по карьерным лестницам топает ищут уважение значимости кто-то в бутылке знаете о чем они говорят когда они выпивают на троих ты меня уважаешь это поиск славы хоть там хоть в пивбаре хоть какой-то славы хоть кто-то ты меня уважаешь не уважаю если ты хочешь славы прославляй бога на земле и он прославит тебя слышите все те кто его бесчестят будут покрыты позором в книгах пророков есть описание того как великие и крутые этого мира посрамлены и опозорены в перспективе это реально будущее всех тех кто славил себя на земле и не прославлял бога может быть они прославились может быть их фотографии не сходили с обложек страниц они на фабрике звезд они самые самые крутые они на стадионах их имена в школьных дневниках вот здесь все знают их они прославлены если они не прославляли жизнью творца библия говорит и никогда не врет они будут посрамлены но если ты служил богу поклонялся ему ходил в чести совести ты ты ходил с ним и для него писание говорит я прославлю тебя мы власть имущие существа мы с вами те у кого душа должна жить в общении с богом вот это крайне важный пункт я уверен в эти дни конференции об этом будет речь если ты не будешь если ты не будешь питаться от него поддерживая свою христианскую культуру свой дух в огне то ты потеряешься в мире идей то ты будешь на поводе будешь шестерочка и у каких-то идеологов каких-то субкультур и у тебя будет большая путаница мы наследники в царстве божьем и это это чрезвычайно важно пару слов о наследстве о величии нашего наследства в нашей с вами галактике 100 миллиардов светил это мое наследство а теперь а теперь внимание это только одна галактика сегодня ученые говорят самый минимум у нас 100 миллиардов галактик купите журналы по астрономии вычеркните оттуда эволюционную чушь и наслаждайтесь величием наследства смотрите на небеса когда вы видите белую точку вы должны знать что вполне возможно вот это казалось белой точке вполне возможно что что там целая цел миллиарды миллиарды солнц мы существа с великой перспективой это последнее что я хочу вам сказать мы существа с очень великой перспективой небесная перспектива у тебя и у меня удивительный мир небесная перспектива у каждого из нас нас ждет нас ждет нечто потрясающее если ты хочешь быть самым крутым в любое время то послушайте я подчеркиваю слово по-настоящему хилое христианство наверное хуже чем хоббитом быть быть дохленьким непосвященным христианином наверное лучше посвященным эмо но быть настоящим в господи это значит в любую культуру в любое время во всех народах быть бест топ чтобы честь была чтобы совесть была чтобы свет был внутри тебя и тогда ты как говорят в америке кул ты тогда крутой ты тогда ты тогда самый крутой по-настоящему будьте во христе что можно уходить о том что плите это может быть и Продолжение следует...